Это новый день, прямой эфир мы продолжаем. Единоверческого монастыря в Москве совершили панихиду по архимандриту Павлу Леднёву, которого церковные историки считают самым ревностным деятелем единоверия второй половины 19-го столетия. С подробностями моя коллега Яна Истомина. Прусский незаслуженно забытый миссионер, так называют Павла Леднёва, который прошел путь от Игумена Старообрядческого монастыря в Пруссии до величайшего пастыря, приведшего в православие тысячи русских раскольников. И мало кто знает, что в Москве, недалеко от метро Преображенская площадь, есть великолепный ансамбль бывшего Никольского единоверческого монастыря, который был основан в 1866 году на месте Преображенской общины так называемых старообрядцев-федосеевцев. После присоединения отца Павла Леднёва к православной церкви он стал настоятелем этой обители. Сегодня нет противостояния со старообрядцами, но до сих пор вся эта территория поделена, и даже единственный действующий храм святителя Николая перегорожен внутри стеной и имеет два входа. Могила архимандрита Павла Леднёва находится как раз со стороны входа, где второй главный престол церкви Успения Богородицы, относящийся к поморской старообрядческой общине. 23 января 2021 года исполнилось 200 лет со дня рождения архимандрита Павла в миру Леднёва Петра Ивановича, уроженца Сызрани. Панихида, прошедшая на старообрядческой территории, была приурочена к этой дате. У нас, да, действительно два входа. Один в часовню, один в храм. Там совершается таинственная церковная жизнь, здесь нет. Но они сегодня позволили нам послужить. Мы обратились к ним официально, они подписали бумагу и разрешили нам послужить. Благодарность искреннее. Я ни капельки, ни в коем случае не юродствую. Позволили, потому что здесь всё-таки, ну да, практически-то их территория. Я как священник, я не могу зайти в эту часовню. Я обязательно должен спрятать крест. Понимаете, вот такие вот вещи, да? Я не имею права перекреститься в этой часовне. Это нормально или нет? Я не уверен, что это нормально. Вот если войдётся любой старообрядец сюда, в нашу часть, перекреститься с этого перста, я думаю, что его не сплюют. Поэтому они старообрядцы, они держатся за обряд. Нет священников, нет таинств в церкви, как и во времена Павла Леднёва, когда старообрядцы без поповца вообще никак не принимали церковную православную иерархию. Но самый главный вопрос, волновавший отца Павла, многие годы возглавлявшего Федосеевский раскол, это вопрос о причастии тела и крови Господней, которая у старообрядцев без поповцев, не имеющих священства, отсутствует. Читая святых отцов, Василия Великого, Иоанна Златоуства, святителей, он как раз и пришёл к той мысли, что церковь должна сохраниться до скончания века. Садись, что церковь моя, врата адовы не одолеют её. А что такое церковь? Церковь – это священство, церковь – это епископы, церковь – это таинство, это причастие. Вот он у святых отцов подчеркнул, что причастие будет до скончания веков. Он осознал, что при патриархе Никоне были изменены обряды, но не изменена вера. Без преувеличения можно сказать, что отец Павел Леднёв стал одним из самых известных миссионеров русской церкви. Все его многочисленные поездки в северо-западный край, на Кавказ, Дон, Волгу, в турецкие владения и другие места, где было много раскольников разных толков, неизменно оканчивались присоединением заблуждающихся к православной церкви и открытием единоверческих приходов. В том числе и в родном ему Сызранском уезде, где был силён раскол. Одновременно с панихидой в Москве, в Казанском соборе в Сызране, где крестился будущий великий подвижник, также прошло торжественное поминовение. Он, будучи старообрядцем, в конце концов, на своих плечах внёс в русскую православную церковь людей, которые были непримиримы к ней, которые примирились, и здесь был прекраснейший монастырь с традициями старообрядческими, но в полном подчинении иерархии русской православной церкви и, соответственно, со всеми таинствами русской православной церкви. Это очень-очень важный момент, потому что именно из той среды, из старообрядческой среды, изнутри, не снаружи, не насильно, а вот именно волей и заявлением самого человека, который сумел убедить своих сотоварищей, своих сработников в том, что всё-таки действительно без Христа никак. Кроме устной проповеди, отец Павел снискал заслуженную славу как писатель. Его трудам давали такую характеристику. Доровитый самоучка и знаток древнерусской и святоотеческой литературы, он писал легко, просто и доказательно, опровергая все пункты учения Раскола. Священный Синод за его миссионерскую деятельность выделил ему ежегодно 500 рублей. То есть по тем временам это очень большая сумма. Он не брал оттуда ни рубля. Все эти деньги он вкладывал именно в просвещение и образование детей. Поэтому, конечно, для нас сегодня очень важный день. И мы хотим, чтобы это было начало нашего пути, чтобы в нашем храме возродились школы, где детки могли получать и духовное образование. И мы радуемся тому, когда к нам приходит наш храм детки, потому что это продолжение, это продолжение того, что было раньше. И низкий поклон Архимандиту Павлу, что он дал это начало нам, понимаете? Потому что это нужно продолжать обязательно, и приход должен этим жить. Удивительно, что мало известно о трудах и подвигах великого миссионера, и что могила его до сих пор не обозначена. Можно лишь по архивным справкам установить место захоронения. Панихиды собрала немало людей, которые пришли с надеждой и верой в то, что незаслуженно забытое имя Архимандрита Павла будет прославлено, а его разрушенное в лихие годы захоронения восстановлено. Когда вышло обращение Патриарха об уяснении подвига новомучениково-исповедника в Русской Православной Церкви как задачи нашего общества, мы рассматривали этот вопрос о том, что надо написать письмо. Ну и написано было это письмо в Патриархию. Потом ответ был получен через какое-то время о том, что принято во внимание. И вот мне думается, что сегодня произошло некое, может быть, даже историческое событие. Это веха какая-то в разрешении той исторической задачи преодоления исторического раскола в нашей Русской Православной Церкви. Сегодня задача объединения стоит промыслительно перед нашим народом, на всех участках нашей жизни, и на церковной особенно, потому что все разрушительные силы, которые сегодня действуют против нашей веры, против религии православной, против церкви. Они направлены на уничтожение всего и всего. Архимандрит Павел Леднев немало потрудился на благо распространения православия среди раскольников и сектантов. Как истинный миссионер он умел убеждать, а не порицать. И сегодня это место, где его могила является своего рода символом «Единство русской православной веры». Яна Истомина, Андрей Андреевских, Борис Сафронов. Телеканал «Спас». Редактор субтитров А.Семкин